Еще немного, еще чуть-чуть. Детский сад в первом советском переулке практически готов к открытию. В группах уже расставляют мебель, клининговые службы начали приводить в порядок этажи здания. Необходимо провести пусконаладку. Для того, чтобы дети там в течение дневного времени пребывали, мы сможем запустить его сразу после Нового года. А так, чтобы на целый день, это будет число 15 января, не раньше. А вот возведение домов для расселения ветхого и аварийного жилья Алексей Валов наоборот оценил положительно. Дом ПИК, куда приедут жильцы так называемой казармы, практически готов к сдаче. Для расселения здесь выделено 323 квартиры, почти три четверти от общего числа. Ждут с нетерпением переселения и жители домов на новой фабрике. В новостройку в микрорайоне Соболевка переедут 34 семьи. Мы ждем до Нового года, нам обещают. Осталось только формально закончить проект планировки территории. Так хочется, чтобы в этом году и на новой фабрике люди переселились, в новое жилье и на Первом Советском переулке, и на Краснозаминский дом перешли, который ПИК построил. Мы не покладая рук работаем, чтобы это сделать в самые короткие сроки. До конца года и туда, и туда переселение должно быть. Стоит отметить, что в этом году уже удалось провести расселение домов номер 29 на улице Парково и номер 3 в гостином переулке. Так, постепенно жильцы аварийных домов переезжают в новые комфортные квартиры. А это значит, что программа по расселению ветхого аварийного жилфонда на территории Щелковского района реализуется. Мы уверены, что она в течение того времени, что до 2019 года мы спланировали, она будет реализована. Ну, максимум 2021 года. Весь жилищный фонд, старый жилищный фонд на территории Краскового поселения Щелкова и всех остальных поселений будет заменен на новый. Дарья Соснегова, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».